Осенью после сбора урожая для снижения зараженности почвы опасными болезнетворными микроорганизмами можно использовать одно органическое и эффективное средство. Данное средство работает даже при нулевой погоде, оно эффективно убьет все патогены, которые накопились в почве за весь сезон. Данный способ заключается в использовании надуксусной кислоты. Для ее приготовления нам понадобится перекись водорода и столовый уксус, а также бутылка с крышкой, в которой будет настаиваться наш раствор. Наливаем в бутылку 1 литр 9% столового уксуса и в эту же бутылку наливаем 200 мл аптечной перекиси водорода 3%. То, что мы сейчас готовим, это маточный раствор. Вы можете сразу приготовить большее количество в зависимости от вашей потребности. Соответственно, увеличивайте все компоненты в пропорциональном соотношении. Данную бутылку в закрытом виде нужно поставить в темное место при комнатной температуре на 7-10 дней. Спустя это время надуксусная кислота будет готова. Такая кислота не накапливается в почве, поэтому ее можно использовать ежегодно. Она имеет природное происхождение, не вредит окружающей среде и не закисляет почву. Для обработки почвы нужно развести 1 стакан маточного раствора 200 мл на 10 л воды. После чего пролить почву, чтобы она была увлажнена хотя бы на глубину 1 см. Данным средством можно обработать почву как в открытом грунте, так и в теплице. Также можно обработать этим раствором саму теплицу, кроме металлических конструкций, особенно медных деталей, если такие присутствуют. При использовании надуксусной кислоты есть один минус, и это то, что при обработке погибает не только патогенная микрофлора, но и полезные грибки и бактерии. Поэтому если вы будете использовать данный способ через неделю после обработки, если погода не ниже 10 градусов тепла, будет хорошо ее заселить живыми бактериями или полезными грибками, например триходермой, сенной палочкой. Если же температура уже низкая, тогда отложите эту процедуру уже на весну, когда температура прогреется выше 10 градусов тепла. Спасибо за интерес к данному видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.